Привет, я Ани Мэджик. Со мной тут две моих собаки, София и Юми. И у меня совершенно нет сил ничего говорить. Но я понимаю, что я должна об этом сказать, потому что... Ну, просто больше нет времени молчать. Миши больше нет, ребята. Наша Мишка умерла. Это произошло не прямо сейчас. Просто я... Я даже не знаю просто, как снимать видео. И не знаю, что говорить. Она умерла от сердечного приступа. Ей стало очень плохо. И это произошло очень быстро. Мы никуда не успели доехать. И ветеринар, когда мы уже приехали, она уже была мертвая. Сказал, что, скорее всего, это был разрыв аорты. И что... Выжить не было шансов просто. Когда умер Эйвен... Я сказала очень поздно об этом. Он умер уже больше года назад, но... Я сказала, где-то год назад. Он умер тоже от сердца. И... Мы похоронили его на территории нашего дома. А Мишка умерла в дороге. И нам пришлось сдать ее на кремацию. В последнее время я замечала, что... Она была уже такая какая-то... Вела себя как старая собака. И я стала сомневаться, что мы правильно определили ее возраст. Потому что... Она была под шерстью вся очень седая. И в последнее время у нее... Очень испортились зубы. Почти все выпали. И ее поведение всегда было достаточно... Ну, она отличалась от остальных. Она была более медленная, медлительная. И я раньше думала, что это связано с тем... С ее прошлым как-то. Но теперь я допускаю, что это связано с тем, что она была намного старше, чем мы думали. Недавно мне поступила информация о том, что собак, которые рожают, отдают чаще всего в возрасте 7-8 лет. И если сложить все факторы вместе, что Миша на самом деле было лет 7, когда мы ее взяли, а с этим связано многое в ее поведении, и то, что она всегда последняя ходила, и то, что она запрыгивать не умела, она, возможно, просто не могла. Потому что вот Софиши сейчас 11 лет, и она тоже уже устает быстро и не может запрыгивать, например. Я думала, что Миша просто не может научиться, но, возможно, она просто уже физически не могла это делать. Получается, что у нас она прожила вторую свою жизнь, совсем другую, не такую, какой она жила раньше. Пять лет она была с нами. И если... Как сказал ветеринар, что судя по зубам и сидине и вообще поведению, она старше Юмичу намного. И, соответственно, если ей было 7 и 5, она прожила у нас, то, возможно, ей было лет 12, а если было 8 и 5, она прожила у нас, то, возможно, даже 13 лет. Последнее видео, где мы плаваем на сапе, возможно, вы его даже не видели, посмотрите. Это последнее Мишкино видео. Последние кадры, как она была с нами, и мы путешествовали все вместе. Я просто не понимаю, почему так могут забирать их. Этот год очень тяжелый. и даже несмотря на то, что в последнее время я пыталась бодриться и снимать для вас классные ролики о нашей жизни. Эти большие потери, которые происходят, я просто не знаю, как быть. Я до сих пор не могу в это поверить. Мне очень страшно за Софи, потому что она сестра Ивана, и у нее тоже могут быть проблемы с сердцем, потому что ей уже 11 лет, и говорят, что они по-генетически передаются, и что вообще маленькие собаки очень склонны к проблемам с сердцем. В общем, мне нужно проверить обязательно Софи с Юмичу. Мои друзья все говорят, что Мишка прожила с нами новую жизнь и прекрасную новую жизнь, совсем другую, не такую, какая была у нее раньше. Но это не может успокоить от потери. Она умирала практически у меня на руках. Не практически, а у меня на руках. У нее шла кровь изо рта, и какая-то пена, и вообще она стала такая маленькая, такая мягенькая. И когда она умерла, она была как куколка, такая красивая, как игрушечка. Такая... Я выпускала, продолжала выпускать ролики, я не могла ничего говорить вообще в соцсетях и везде. Просто я не знала, что делать. Ветеринар сказал, что она, скорее всего, была старенькая. Мы просто ошиблись с возрастом. И... Когда это произошло, я не смогла сразу сообщить вам об этом, потому что я просто... У меня не было никаких сил. Я видела, как... Эйвен болел год, и пил постоянно таблетки. И... Он еще прожил какое-то время с нами, и когда ему было совсем плохо, он умер, а Мишка умерла очень быстро, ушла от нас. очень быстро. Буквально за минуты. Она сидела, лежала у меня на ручках еще какое-то время, а потом мы завернули ее в одеялко и отдали кремировать, потому что не могли бы довезти ее никуда. Я не знаю, что будет дальше с каналом Magic Pets. Я знаю, что все ждут видео и хотят. Все, что происходит сейчас вокруг, это кошмар. И этот год для меня просто ужасный. Я не могу поверить в это до сих пор. что Мишки больше нет с нами. И я не хотела плакать, я не хотела... Я даже в какой-то момент подумала, что я не буду снимать видео, но я понимаю, что это нельзя сделать, потому что я должна вам рассказать, потому что вы часть нашей жизни. часть нашей семьи, и вы не можете не знать. Это просто... Потерять столько всего за такой короткий промежуток времени. Я не знаю, как быть. Я не знаю, что будет дальше. Я понимаю, что... заводя питомца, мы должны понимать, что он уйдет раньше нас, скорее всего. Что он уйдет раньше нас. И как будто ты к этому готов, как будто ты знаешь, что да, так и будет. Тем более, если ты берешь взрослую собаку, ты понимаешь, что она уйдет раньше. Она уже очень взрослая, и... Ну, это невозможно... К этому невозможно привыкнуть, это невозможно предугадать, это невозможно... И возможно себя не успокоить никакими словами. Единственное, что меня успокаивает, это то, что я думаю, что она уже где-то в хорошем месте. смотрит на нас сверху и надеется, что у нас у всех все будет хорошо.